Утренний гость И пусть никакие простуды не касаются вас этой осенью Петик, друзья, горячий чай, согревайтесь, ну и по возможности отдыхайте на морях Ой, как хорошо ты сейчас сказал, сразу вспомнила лето, а где ты отдыхал этим летом? Ты знаешь, ну я на море не ездил, я хорошо отдохнул у нас на Волге, на нашей новой набережной Катался на велосипеде, бегал каждое утро, в общем, хорошо провел время, но тем не менее, море, конечно, люблю А где бы хотел отдохнуть? Ой, моя мечта это побывать в Сардинии, красивые виды, отличные пляжи, красивое море и вообще, мне кажется, климат там очень Ты знаешь, прямо сейчас я предлагаю раскрасить наш утренний эфирм красотой Италии, ты не против? Я просто за, давай раскрасим красотой Италии наш эфирм И встретить наших гостей сегодня у нас итальянский певец, гитарист, автор и композитор, потомок старинного рода, уходящего корнями в 13 век, Энрико Колонно, здравствуйте! Чао, здравствуйте! Бонжорно! Бонжорно, Энрико! Бонжорно тутти, у каждого салюта тутти, дамичи и дачу ваша, и дичебоксане И очаровательная Мона Филини, лауреат всероссийских международных конкурсов Доброе утро! Доброе утро! Как, собственно говоря, проснулись сегодня утром рано? Проснулись замечательно, потрясающий воздух в этом городе и поэтому дышится здесь свежо, легко и, собственно, поэтому и просыпается тоже легко и бодро Энрико? Как вы хотите, как вы хотите, как вы хотите? Я журнала немного грязь, но я очень много энергии День немного серый, но пасмурный, но он готов и заряжен энергией Мы уверены, что день раскрасится яркими красками, приезд уже раскрасил наших уважаемых гостей, потому что сегодня ожидается концерт яркий, уже не первый в нашем городе, вот об этом поподробнее Сегодня мы ждем концерта, который не первый в нашей городе, расскажи, пожалуйста, о этом концерте Да, значит, после первого концерта прошлого года Мы ждем концерта в прошлом году Мы вернулись опять в этот город и я с удовольствием это сделал в этом году так же как в прошлом У нас очень позитивные ожидания от этого концерта именно в этом году Мона будет тоже на этом концерте Будет что будет, вот нам, собственно говоря, интересно, да, какое-то, может быть, представление, выступление Энрика пригласил меня на этот концерт, за что я ему очень благодарна И это будут отдельные, ну, как отдельные мои номера сольные, так и вместе с Энрико Это будет сыграно на уникальной скрипке Она сделана на заказ американским мастерам И на ней светодиоды, то есть она переодевается разными цветами Это будет шоу, это будет красиво Вопрос сразу, это акустический концерт, там скрипка и голос, или это что-то такое эфиричное, не знаю, с использованием современных технологий и так далее и тому подобное? Совершенно верно, это будет с использованием современных технологий Скрипка электрическая И, конечно, у нее необычная форма, то есть она не напоминает форму классической скрипки Эта скрипка, она беленькая в виде дракона Отлично, не будем раскрывать всех тайн, просто спросим, наверное, еще один вопрос В какой стилистике построена вся программа, как будет проходить концерт, какие-то затраты для наших телезрителей? Это вопрос к Энрико В какой стиле будет концерт? В какой стиле будет? Это будет довольно diferente от того, который вы видели в прошлом году Концерт будет немного отличным от того, который вы видели в прошлом году? Кроме Мона Феллини, которая является замечательной, великолепной артисткой, будут еще дополнительно другие артисты. Кроме Лео, мультиинструменталист, с которым вы уже познакомились в прошлом году, будет замечательная «Сопрано», которая исполнит классические произведения с Энрико. Будут еще пару артистов, которые приехали из Италии. Концерт будет много плановый, будут абсолютно разные стили, думаю, что будет очень интересно и он вам понравится. Мы в этом не сомневаемся, с творчеством обязательно познакомимся сегодня на концерте, но с вами поближе хочется познакомиться здесь, в студии «Будильников шоу», поэтому небольшой блиц-опрос для вас. И для Мона, и для Энрико параллельно. Отлично, тогда прямо сейчас внимательно слушаем, синхронно переводим, и я задаю следующие вопросы. Короткие чай или кофе? Кофе. Кофе, конечно. Чёрное или белое? Чёрный. Если кофе, то чёрный. А если цвет? Чёрно-белый. Чёрно-белый, зебра. День или ночь? День. Ночь. Зима-лёто? Лето. Какой же? Инверно или стату. Самое, стату. Лето. Лето, я так понимаю. Судя по тому, как Энрико сказал, что день паспорта, и любит солнце, прям как я. Ну и что, аос или андроид? Аос. А, подлинно. Арбуз или дыня? Арбуз. Мелоны и ангурия? Мелоны. Дыня. Дыня. Интересно. Ну и, собственно, груша или яблоко одинаковый вопрос. Спасибо большое. Узнали вас поближе уже, как говорится. Ну и повернём немного время вспять. Вот моё личное творчество начиналось с табуретки. То есть меня ставили на стол, ну, как говорить, заставляли. Нет, наверное, выучивала стихи, рассказывала, что-то пела. Как ваше творчество началось? С чего? В каком возрасте? Мона. Моим первым музыкальным инструментом был металлофон. Ммм, как интересно. Это я ещё в садике играла на металлофоне. И после этого я увлеклась музыкой. И однажды мы зашли с мамой в книжный магазин, и я открыла ноты. И я маму спрашивала, а что это за буквы такие странные? Мама говорит, а это такие буквы, которые умеют читать только музыканты. И я тогда решила для себя, что я обязательно научусь читать эти буквы, которые называются нотами. И выбрала такой сложный инструмент. Да, а вот как я к этому пришла? Ну, во-первых, я очень люблю скрипку с детства. Я когда услышала по телевизору великого скрипача, Ойстров тогда играл, Давид Ойстров, я себе сказала, я хочу играть так, как он. Ну, а поскольку я, кроме всего этого, люблю двигаться, в общем, как-то там даже, может быть, немного кривляться, поэтому я выбрала себе эстрадную скрипку, потому что в классической это непозволительно. Ну, это некий перформанс, где артист, он не только со скрипкой руки, это и костюм, наверное, и образ какой-то. Поэтому посмотреть это не смеется. И вот я смогла это совместить, вот... И это счастье. И скрипку, да, и это счастье. И Энрика, у которого потрясающий голос, конечно, я когда его услышала впервые, я просто сразу влюбилась в его голос. И вот он мне дает такую возможность еще раз выступить на сцене, теперь уже в вашем городе с удовольствием. И это замечательно. Потому что я ему очень благодарна. Энрика, вопрос к вам. Но не зря вот сравнивают скрипку и голос. Это два сопоставимых инструмента, да, два единственных сопоставимых инструмента. Как у вас начиналось? Почему вы пришли к пению? Вас, не знаю, привел кто-то? Либо вы кого-то услышали, на кого-то равнялись, либо просто спонтанно появилось вот это чувство в переходном возрасте, когда хотелось понравиться девочке, например. Как у вас начинала твоя карьера? У кого-то тебя портала? У тебя начинала с собой? У тебя просто хотела показать девочки, которые ты знаешь? Нет, это было, скажем, очень случайно. До когда-то маленький, я всегда сломала что-то. До того, как я был маленький, я все время во что-то играл. Пой, когда я был в милитаре, у меня была одна шутка, и, так как я был в армии, у меня другая была гитарра, и я ее взял в руке и больше не отпускал. И потом я продолжал с другими инструментами, и она ускала проще всего, он достаточно полиструментист. И потом, впоследствии, он продолжил с гитарой и так же с другими инструментами. А также сейчас у него есть студия звукозаписи, где он продолжает пользоваться теми инструментами, которыми научился играть. И делает музыку, производит музыку. Закономерный вопрос тогда. Сколько инструментов вам покорилось? И любимый, наверное, инструмент музыкальный. Гитара всегда будет первым. Гитара всегда будет первой. Или акт. Эндрико, вы частый гость в России, в Чувашии. И, наверное, вы уже полюбили русскую культуру. Есть ли какие-то любимые блюда русские, которые вы приезжаете? Вот мне обязательно, пожалуйста, картошечку, селедочкой. Или что-то еще, или кваз, допустим, наш. Есть такое? Есть. 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 В каждой стране есть любимое блюдо. Здесь, в России, почти все. Мне нравится. Все. Все вкусно. В России все вкусно готовить. Борщ. Кто же не любит борщ в россияне, между прочим, когда выезжает отдыхать куда-то за границу, всегда скучает именно по борщу. Я не знаю, почему такая тенденция. Вот у нас, у русских, когда мы говорим, я не знаю, как у тебя, допустим, Аня, но у меня ассоциация с Италией, это что? Это сначала, конечно же, пицца, макароны, потом идет Рим, Глизей, Пизанская башня, ну и, конечно же, это сапог, потому что Италия сверху смотрится как сапог. Что у итальянца ассоциируется со словом Россия? Вот просто, если взять Италию, ну да, обычного итальянца. Ассоциация Руссия. Когда ты говоришь на Руссия, какая ассоциация? Фредо, прежде всего. Холод. Холод. И девушки, которые очень красивые. Красивые девушки. И огромные территории, бесконечные. Очень-очень большое стране. Ну и понятно то, что песни на итальянском мы будем наслаждаться сегодня на концерте, но прямо сейчас я предлагаю вот так вот экспромту спеть Энрико песню на русском языке. Сможем? Энрико песню. Энрико песню. Энрико песню. Энрико песню. Немного, только пару песен он знает на русском языке. Сапой кантар. Росин. Исполнить пару строк. Я поднимаю свой бокал, чтоб пипиться твое здоровье. Экземпл. О, ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Энрико песню. Энрико песни. Энрико песню. Энрико песни. Идрике песни. Саша Айвазов, «Бабочка луна», «Бабочка луна» Саша Айвазова, он сделал на итальянском. Мне нравятся многие другие песни, есть много интерпретов, очень хорошо. Очень много замечательных певцов в России. Еще хочется мне задать один профессиональный вопрос. Есть ли разница между музыкальным чутьем и пониманием в Италии, в итальянской публике и в России? И в чем она, если она есть? Какая разница между публикой итальянским и русским? Я всегда говорю, что публика русская была лучшая для меня. Я всегда говорю, что публика в России самая лучшая во всем мире. Он более холодный, очень внимательный, очень близкий к артисту. Очень близко к артисту. Очень горячая публика. Это максимум для артиста иметь такую публику на своих концертах. Который встречает радостно и не отпускает нашего артиста. Поэтому возвращайтесь вновь и вновь. Это радостно. Спасибо вам за это огромное. Буквально через пару мгновений наш состав гостей немножечко изменится. Поэтому, друзья, никуда не уходите. Оставайтесь вместе с нами. Национальное телевидение. Продолжаем будильники шоу. Утренний гость. Ну и вновь мы здесь в студии. Утренний шоу будильники продолжается. Ну и продолжаем общение с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях итальянский певец, гитарист, автор и композитор Энрико Колонна. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Чао тут. Ну и вот к нам за перерыв присоединилась маленькая копия Энрико. Будем знакомиться. Анали. Как зовут тебя? Микеланджело. Микеланджело. Какое интересное имя. Как прямо у выдающегося художника. Сколько тебе лет? Семь. Семь лет. Как ты отлично говоришь по-русски. Ты вот сразу научился по-итальянски, по-русски. Ты давно поешь? Нет. Нет? Сколько времени ты поешь? Не помню. А, не помню. Ну, не важно сколько. Главное, что он поет. И он самый юный участник концерта, который сегодня будет проходить. Ну, расскажи вообще. Любишь петь вообще? Любишь творчеством заниматься? Да. Микки, а где ты выступать уже успел? Я смотрю у тебя, знаешь, меня отвлекли ботинки твои такие светящиеся, яркие. Прям настоящий. Там сорт диска, я бы сказал. Ты в этом стиле работаешь? Да. Да? А где выступаешь? Не знаю. Не знаю? Отлично. Хорошо. Ну, тогда вопрос к Энрико. Выступаете ли вы в дуэте? Есть ли какие-то совместные работы? Либо вот Микеланджело у нас такой скромный солист, вокалист. Энрико? Угу. Если вы работаете в дуэте, если вы делаете что-то вместе. Мы готовим, а не для этого концерта. Мы готовим, а не для этого концерта. Мы готовим, а для этого концерта. Да. Поэтому мы тебе уже готовы аплодировать. Ну что, начинай. Окей. Песню. Давай. Молодец. Молодец. Это что за песня была? Как она называется? Триллер. Как? Триллер. Майкл Джексон. Отлично. А то есть ты в стиле Майкла сейчас наден. Тебе нравится этот твой кумир? Здорово. А что-то еще интересного ты знаешь? Кто-то есть у тебя любимые исполнители, которых ты с удовольствием песни перепеваешь? СтVRом. chairK Gaming. С Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Энрика, вопрос. Что бы вы хотели посоветовать начинающему артисту, который очень любит петь, который любит языки, поет на разных языках, но немножечко может быть где-то замкнут, где-то боится. Вот как раскрыть в себе этот талант, как не смотреть на эти страхи и двигаться только вперед и добиваться такого колоссального успеха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отличный посыл, я считаю, для молодых артистов, которые совсем скоро выйдут на большую сцену. Ну и еще раз о сегодняшнем концерте. Пригласите всех телезрителей на этот праздник. Продолжение следует... В общем, я хотел бы... В английском... Я хочу, чтобы все прийти и увидели нашу концерт, и не остаться очень рады, и я очень рад, и я очень рад, чтобы увидеть этот талант, и мы тоже тоже. И мы тоже будем танцевать вместе, и будет очень красиво, и в целом, 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 и в целом. Хотел бы всех вас пригласить. Для меня я буду очень рад, если зал будет полон, и будет... Вы удивитесь, будет много сюрпризов, и мы также споем вместе, все вместе. Любимые песни, и не только, но и на эту позитивную ночь хочется сказать... Аривидерчи! Мы тоже будем надеяться на новую встречу. Вот так вот, легко и незатейного, друзья, мы сегодняшний эфир раскрасили итальянскими красками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова